Отвратительный. Так называл меня сержант, когда я учился в морской пехоте. На самом деле он всех так называл, и самый большой комплимент, который мы от него услышали, когда закончили. Вы стали менее отвратительными. Друзья, сегодня мы обсудим пять проблем, с которыми сталкиваются все мужчины. Первая мерзкая проблема – стопа атлета. Если вы занимаетесь спортом, бываете в раздевалках, то вы, возможно, слышали, что этого нужно остерегаться. Надевайте тапочки в дождь. Но вот что это за стопа атлета? На стопе между пальцами можно увидеть покраснение, возможно, появятся опрелости, трещины, отошедшую кожу. Этот грибок так поражает кожу, когда разрастается. Как это остановить? В первую очередь нужно использовать противогрибковый крем, который остановит его рост, уменьшит его проявление и в конечном итоге убьет. Как предупредить стопу атлета? Ну, тапочки для душа. Определенно тапочки для душа. И также меняйте свою обувь. Не нужно носить одни и те же беговые кроссовки, особенно если вы часто тренируетесь. Вам нужно хотя бы две пары, чтобы их менять, чтобы было время просохнуть. Не убирайте сразу в шкаф. Пусть постоят, подышат. Носите носки. Позволяйте своим ногам дышать. Это главное, потому что грибок не будет расти в сухом месте. Вторая мерзкая проблема – болото в промежности. Если это место потеет, воняет, раздражается, болит, есть дискомфорт. Если это все относится к вашей промежности, то, возможно, у вас там уже болото. Есть несколько способов, как с этим справиться. Первое – нижнее белье. Вы правильный тип используете. Если вы носите семейники, то вам лучше подобрать те, которые лучше поддерживают. Как те же плавки. Но обратите внимание на материал. Выбирайте хлопок, он впитывает влагу. Может, выберите другую модель. Есть специальные синтетические материалы, которые впитывают влагу и поддерживают ребят. Но если ничего не помогает, спросите. Антонио, у меня реально проблемы. Какую пудру ты посоветуешь? Друзья, я рекомендую Chazis. Это спонсор сегодняшнего видео. Я знаю основателя, и я пользуюсь их продукцией. Это лучшая пудра на рынке, которая уничтожает это болото и позволяет тебе просто хорошо чувствовать. Третья отвратительная проблема – страшные ногти. У многих парней, особенно у тех, которые тренируют выносливость, ваша стопа в обуви находится продолжительное время. Скажем, заезд на 50 или 100 миль, или забег на 25. Что бы это ни было, вы подвергаете ваши ноги и ногти большому давлению. До той степени, что вы их травмируете. Что является воротами для инфекции. Может поселиться тот же грибок. И когда вы в шлепках будете гулять по пляжу со своей девушкой, когда она посмотрит на ваши ногти, она ужаснется. «Тебе педикюр не поможет, иди к врачу». И она будет права. Потому что инфекция ногтевого ложа ни к чему хорошему не приведет. Поэтому если вы почувствуете себя плохо, увидите, что течет гной, отпадет ноготь, бегите к врачу. Но в большинстве случаев настигнет грибок. Да, из-за него может отвалиться ноготь, но существуют противогрибковые средства, которые будут бороться с ним. Но лучшее, что вы можете сделать, соблюдать режим отдыха, гигиены и подобрать правильную обувь. Если вашим пальцем тесно, то это серьезная проблема. И регулярно стригите ногти. Четвертая мерзкая проблема. Бромгидроз. Отвратительный запах тела. Население можно изобразить в виде колоколообразной кривой с распределением от двух крайностей. К сожалению, некоторые из вас, спустя короткое время, просто немного вспотев, начинают плохо пахнуть. Зачастую это происходит, потому что под действием тестостерона в поте становится больше жирных кислот, которыми питаются бактерии. И продукты жизнедеятельности бактерий являются причиной этого плохого запаха. Прыгайте по возможности в душ, меняйте одежду, неважно, сколько вы ее носили. Ведь такой запах может помешать вашей карьере, когда люди будут думать, этот парень вообще моется. Конечно, вы моетесь, конечно, вы заботитесь о себе. И неважно, сколько дезодорантов или духов вы льете на себя, этот запах не перебить. Поэтому вам нужно решить, как вы сможете это контролировать. Может быть, какие-то продукты питания усиливают запах. Еще стоит сходить к врачу, который пропишет вам мази или лосьон, применив который задержит рост бактерий. И даже когда вы вспотеете, бактерий будет недостаточно, чтобы приносить дискомфорт. Пятая отвратительная проблема, господа, ваша одежда попахивает. Да, ваша одежда может сохранять запахи. Скорее всего, вы это замечали, когда приходили в зал, надевали спортивки, и что-то было не так. Вы стирали их, сами принимали душ, но ваши спортивки уже попахивают. Хотя вы даже еще не занимались. Почему так? Но если рассматривать ткань, то она состоит из множества ячеек, куда попадают бактерии. И когда вы начинаете двигаться, они активизируются, и вы начинаете плохо пахнуть. Смысл в том, что ваша одежда может быть предвестником плохого запаха. И первое, что вам нужно сделать, это дать высохнуть футболкам, обуви, шортам, которые пропотели. Не скидывайте их в кучу. Так они будут пахнуть днями, и бактерии будут размножаться. Далее, используйте моющие средства для спорта. Зачастую в них есть вещества, которые уничтожают бактерии и грибки. Возьмите себя на вооружение. Но если и это не помогло, возьмите стакан уксуса, вылейте в таз с одеждой, дайте постоять 15-30 минут. Уксус впитается, и надеюсь, избавитесь от этого запаха. Ну что, друзья, бонусная отвратительная проблема. Я не буду показывать картинку этого, просто скажем, поребухи. Если вы не знаете, что это, что ж, погуглите. Но смысл в том, что у некоторых из нас на заду есть волосы, и там могут оставаться остатки. Что же делать? Пользуйтесь влажными салфетками, установите себе биде. Когда я путешествовал в Таиланд, Украину, там ребята не заморачиваются и пользуются шлангами. Они находят решение проблем. Я не понимаю, почему здесь, в США, мы пользуемся только туалетной бумагой. Если вы встречаетесь с этой проблемой вновь и вновь, то вам следует побрить. Я не сторонник этого, но что я буду рекомендовать, так это найти способ справиться с этим. Друзья, вот самые отвратительные проблемы, с которыми мы, мужчины, сталкиваемся. И главное, победив их, вы станете увереннее. Потому что вам не нужно нервничать перед большим собранием, обливаться потом и думать, «О господи, они увидят, я так промок, что пот на промежности виден». Это не должно влиять на вашу уверенность и ваше дело. Как я говорил, мы используем дезодоранты, чтобы чувствовать себя лучше. Да, потеть это естественно, но в бизнес-окружении, на свидании. Вам не стоит показывать это, чтобы не запомниться тем парнем, у которого с этим проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok и ваше дело. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok